Здравствуйте! Это «Между строк» подкаст о русской поэзии. Один выпуск – одно великое стихотворение. Сегодня мы, наконец-то, говорим об Александре Пушкине. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр Алексеевич! Очень приятно, что вы согласились. Здравствуйте, Лев! Я тоже очень рад, мне приятно. Мы выбрали с вами сегодня стихотворение «Воспоминания», стихотворение 1828 года. Давайте я начну с того, что прочитаю его. «Воспоминания». Когда для смертного умолкнет шумный день, И на немые стогны града Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон дневных трудов наград В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. В бездействии ночном жией горят во мне Змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, В уме подавленном тоской Теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток. И с отвращением читая «Жизнь мою» Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, И горько слезы лью, Но строк печальных Не смываю. У стихотворения есть еще и отброшенная Черновая вторая часть, О которой мы поговорим чуть позже, Но пока что давайте поговорим О том тексте, который в итоге был напечатан. И напечатан он был в альманахе «Северные цветы» на 1829 год. Об этом альманахе тоже я потом хочу вас спросить. Но, может быть, для начала Мне просто хочется поговорить о том времени, Когда Пушкин написал это стихотворение. Потому что, да, когда я смотрел сейчас Пушкина за 1828 год, Я увидел, что он в это время Пишет несколько особенно мрачных вещей, Таких, как анчар, Или таких, как дар напрасный, Дар случайный. Что вообще происходит с Пушкиным в 1828 году? Почему такого рода настроения У него возникают? Вы правы, Лев, 1828 и зима 1828-1829 года Для Пушкина это очень тяжелое время. Но мы бы, наверное, сейчас сказали, Что у Пушкина midlife crisis, Что у него кризис середины жизни. И он, в общем, 30 лет, Которые мы исполняли с 1929, И считал серединой жизни. У Евгения Онегина, помните, Вот полдень мой достал. То есть 30 лет – это половина жизни. Но тут сошлись Многие-многие причины. Пушкину было просто Очень-очень тяжело в это время. Тут все сошлось. И любовные неудачи. И продолжение преследований. Потому что в это время, Когда он писал, Это май 1928 года Написано воспоминание И дар напрасный, И дар случайный. Самое скептическое Стихотворение Пушкина. Не закончилось расследование По стихотворению Андрея Шинье, Которое подозревали в том, Что оно написано Вовсе не про Андрея Шинье, И не про французскую революцию, А про восстание декабристов 1925 года. Были арестованы молодые люди, Которые распространяли, Как бы мы сейчас сказали, Это стихотворение с надписью На 14 декабря. Не безосновательное подозрение, Надо полагать. Я не знаю. Может быть, что все-таки Пушкин имел в виду Скорее Андрея Шинье И французскую революцию. Вот. Потом расхождение конфликтов, Собственно, с либеральной Референтной группой. Когда Пушкина за станции Обвиняли в сервильности, Он написал стихотворение, Помните, «Нет, я не льстец», Когда царю, Ответ друзьям оно называлось. «Валу свободную слагаю», Да, и это тоже 1928 год, Самое начало. Да, но оно не было принято Ни либеральными его товарищами, Ни при дворе. Царю стихотворение понравилось, Но печатать его он не разрешил. И затем последовал Очень грубый и неожиданный Отказ Николая, Именно Николая, Взять Пушкина на войну. Пушкин очень хотел поехать На Черноморский театр военных действий, Началась война с Турцией, Просил разрешения присоединиться К императору его с Витей, Которые отправлялись туда. Бенкендорф вроде бы ему обещал, Но затем сам Николай Грубо решительно ему отказал. Он был очень этим расстроен, Чрезвычайно расстроен. Есть такие мемуары, Которые редко печатаются. Одного из сотрудников Бенкендорфа, Одного из чиновников третьего отделения, Которого Бенкендорф послал к Пушкину, Потому что в третьем отделении узнали, Что Пушкин так расстроен, Что слег и лежит в постели От этого отказа. И потом Пушкин написал Достаточно решительную просьбу Отпустить его в Париж. И вот тут Бенкендорф уже совсем Забеспокоился и послал к нему Этого человека, который уговаривал Его поехать наоборот По Скевичу на Кавказ в армию, А потом уже, может быть, Его возьмут, если он будет Хорошо себя вести. То есть, понимаете, Его всё обижало со всех сторон. И он очень хотел поехать куда-то, Сменить обстановку. Это то самое время, да, Когда жизнь зачем-то мне дана. Да-да-да, абсолютно. Вот этот весь комплекс этих причин, Который потом разрешился уже Весной 29-го года, Когда Пушкин отправился Из Петербурга в Москву, Потом на Кавказ, Потом в армию, Потом он уже вернулся Ну, в лучшей форме, Я бы так сказал. Но всё это было, конечно, Ему очень тяжело. Ну, то есть, есть у Пушкина Очевидное желание Переменить свою жизнь в это время. И ведь, если я правильно понимаю, Он в этом же году Знакомится с Натальей Гончаровой Уже в его конце. Да-да-да. Ну, и, конечно, Ещё когда он пишет Дар напрасный, Или когда он пишет Когда для смертного Умолкнет шумный день. Нет, тогда ещё Никакой Гончаровой В помине не было, А он ухаживал И сватывал церковь Олениной. Имя которой В стихах этого времени Тоже постоянно возникает. И ему отказали, Насколько я понимаю, Тоже из-за Политической неблагонадёжности, Как бы сейчас сказали. Да, а потом, Ведь вскоре после того, Как расследование По Андрею Шинье Завершилось, Начался, значит, Скандал с Гаврелиадой. И всё это Одно за другим. Одно за другим. Ну, тут хочется Посмотреть уже На сам текст стихотворения И понять, Оно действительно построено Как такое покаяние, Но в чём именно Пушкин здесь умалчивает, Да, но он говорит При этом об отвращении К той жизни, Которую вёл до этого. Я трепещу И проклинаю Вот этот трепет Некоторые исследователи Считают признаком того, Что это, так сказать, Стихотворение Покаянное, Обращённое к Богу. Да, в частности, В статье Ренаты Гальцева Я такое вычитал. Но вопрос, В чём же, собственно, Пушкин кается? Что он с таким Отвращением вспоминает? Понимаете, Если считать Законченную часть Стихотворения, То, что вы прочитали, Так сказать, Текстом, Не имеющим Продолжения, То я думаю, Что о покаянии Речи тут быть не может. Воспоминание Может быть печальным, Воспоминание Может быть ужасным, Но воспоминание Ещё само по себе Не даёт покаяния. Пушкина обвиняли В том, Что тоже кто-то Из православных Исследователей Кажется, Не помнящий, Что он Отказывается От покаяния, Потому что не хочет Смывать печальные строки. Но печальные строки, Ведь он не смывает Из свитка Своей жизни, Из свитка Воспоминания, Он не смывает Печальные Именно строки. Лев Николаевич Толстой Говорил, Что замечательное Стихотворение, Тоже он считал, Что оно О покаянии, Но я бы Сказал, Лев Николаевич Заменил печальное На другой эпитет, Постыдный Или позорный, Вот что-то такое, Тогда бы было Покаяние, А без этого, Без замены, Без замены Эпитета Покаяния нет. Теперь смотрите, Значит, Единственное, Что здесь говорит О каких-то Угрызениях, О какой-то вине, Это метафора Стертая, Такая довольно Банальная, Много раз уже Использованная Раньше, Это угрызение, Змеи сердечные. Змеи сердечные угрызения. Да, это так, Угрызения все-таки, Они чаще всего Связываются с совестью. Но в то же время Это может быть И не только Угрызение совести. Вот я посмотрел Лексикон, Иконологический лексикон В XVIII веке Много раз издавался. Это объяснение Разной символики Традиционной. В том числе, Там, конечно, Есть символ змеи. И первая змея Это зависть. Но здесь о зависти Речи нет. В лексиконе сказано Угрызение совести И печаль. И печаль Изъясняется также Змеёю Терзающей внутреннее. То есть как раз Сердце, душу Внутреннее мне очень Это нравится. Значит, Так что Это может быть Речь идёт И об угрызении совести, Несомненно, Но и о печали, О потере, О том, Что могло бы быть И не случилось. Мы не знаем. И в этом-то Сила этого стихотворения, Я думаю. В этом сила Вот этого Первой части стихотворения, Она нам не даёт Узнать, Что именно Написано В этом свитке. То есть, Опять-таки, Мы знаем Более или менее, Что написано В этом свитке. В этом свитке Не написано Ничего радостного, Потому что Читая этот свиток, Пушкин испытывает Отвращение, Он проклинает, Потом дважды Повторяется, И горько жалуясь, И горько слёзы лью. Это печальные, Грустные воспоминания. В этом смысле Элегия, Так сказать, Отличается От других Элегий С тем же Названием. Там была У Вяземского Даже не Элегия, Послание, Так сказать, К воспоминанию, На которое Жуковский Отвечал. И там Речь шла О радостных Воспоминаниях Молодости, Которые Противопоставлялись Какому-то Ужасному Или Неприятному Настоящему. Разочарование, Да, Рессантимент Такой Начать, Если Использовать Это Словцо, Которое Ницше Пустил. Это Настоящее. А в В прошлом Воспоминании Все Радостно, Солнечно. И вот Об этом Говорят И Жуковский, Вяземский И многие Другие Поэты Религической Школы. А у Пушкина Это Какие-то Плохие Воспоминания. Но Тут Любопытно Что я Хотел Сказать Что Ключи Какие-то К этому Стихотворению Ключи Библейские Потому Что Стихотворение Ведь Есть Вот Кроме Змея Раскаяния Змея Угрызения Которые Значит Есть И в поэзии И у Пушкина В других местах Да И у Скажем Олег Фроскурин Заметил Параллель У Державина В стихотворении Евгения Жизнь Званская Где Поэт Радуется Тому Что В его Жизни Никогда Черная Змея Цитирую Мне сердце Угрызало Такого Никогда Не было А у Пушкина Она Грызет У того же Державина В религиозном Стихотворении Успокоенное Неверие Говорится О жизни Неверующего Такая Жизнь Не жизнь Но яд Змея В груди Гиена Ад Живого Жрет Меня До гроба Вот это С той же Литерацией Да Грызет Жрет Змея В груди Да Это такой образ Ну и восходящий Конечно К Библии Но не только он Ведь собственно говоря С Тогнеграда Который Начинается Стихотворение В высоком Стиле Это тоже Из Библии Церковнославянской Да Ну Град Это наверное Все-таки Имеется в виду Петербург Который он видит Перед собой Да Так считается Ночь полупрозрачная Да Это такая белая Прозрачная Да Так считается Хотя Хотя опять-таки Это может быть Идет от поэзии Потому что У поэта Туманского Значит Которого Пушкин Хорошо знал И которого он читал Есть уже прозрачная Не полупрозрачная У Пушкина Красивая И длинная Прилагательная Да А просто прозрачная Мгла Прозрачная Тень ночи Вот это есть Уже в поэзии Ну конечно Это скорее всего Петербург Но здесь Само словосочетание Стогны Града Это из Церковнославянской Библии Не все сейчас Собственно знают Слово Стогны Да Это означает Дороги Это просто Улицы Потому что Вот смотрите У Луки 14.21 Там Притча О званых И призванных Помню Ну знаменитая Много званых Много званых Но мало Мало призванных Там хозяин дома Рассердился На званых гостей Которые не пожелали К нему прийти На большой ужин И послал своего раба И в церковнославянской Сказано Пойти на распутье Из Тогныграда Вот ровно так же А в современной Сказано На улице города Так же И в откровении Святого Иоанна То есть в апокалипсисе Описание Небесного Иерусалима Там говорится С Тогныграда Злато Чисто То есть С Тогныграда Прямо оттуда Идущий Кстати По поводу Библии Мне кажется Тут можно еще Искать Параллель В другом стихотворении Следующего года С похожим названием Воспоминания В царском селе Где как раз Тоже возникает Тема Как бы пока что Нами отвергаемая Тема Раскаяния Пушкин пишет Так отрок Библии Безумный расточитель До капли Истащив Раскаяния Фиал Увидев Наконец Родимую обитель Главой Паник И зарыдал Ну вот Как бы Возвращение В царское село Уподобляет его Этому раскаившемуся Судя по всему Блудному сыну Если я правильно понимаю Я тоже так понимаю По-моему Иначе и понимать нельзя Но вернемся К свитку Как раз Главной метафоре Такой Центральная метафора Всего стихотворения Свиток Раскрывающиеся Развертывающиеся Между прочим Все стихотворение Вот те 16 строк Которые вы прочитали Это одно предложение Это одно сложное предложение И оно и развертывается Как свиток То есть Сама структура стихотворения Сама форма его Реализует Главную метафору Свиток Так вот Свиток Конечно За ним Там стоит Книга жизни Да Опять-таки Библейская И разные Другие свитки Которые уже В литературе были До Пушкина Там у Карамзина Свиток истории Тоже коллективной памяти Свиток памяти Свиток воспоминания Да И так далее Но я думаю Что здесь Опять-таки Да Вяземского Вспомнил Печальных истин Свиток Опять-таки Печальный Вот этот Свиток Развертывающийся Истины Он тоже Печален Но Опять-таки Свиток Библии В Ветхом Завете Это Спиток Пророка Языкиля Ему Дается Такой Свиток И Что в этом Свитке Написано Он исписан Там С обеих сторон Но в нем Написано Рыдание Жалость И горе Это Церковно-славянский Перевод Рыдание Жалость И горе По-французски Есть Разные Переводы Но Один из них Того времени Который Пушкин Мог знать Написано Ламентасиом Де Регрет И Де Маледиксиом То есть Первое Жалобы Стинания У Пушкина Есть Регрет Раскаяние Угрызения Угрызения Есть И Маледиксиом Проклятие Тоже есть Трепещу И Проклинаю Да и собственно Ламентация Да это жанр Сам по себе И Пушкин В нем Выступает Конечно Вот Вот основа Так сказать Этого стихотворения Идет ли речь О покаянии Нет Но речь идет О переживании Переживании Человека Очень глубоком Переживании Переживании Такой глубины Библейской Если угодно Библейской Глубины Жалобы Вот это все То что происходит Там с народом У языки Или совсем И с пророком У Пушкина Происходит Со своей Собственной жизнью Со своим Воспоминанием Вот что Меня тут Интересует Слово Смывать Да Потому что Оно по-моему Допускает Несколько Толкований Если упоминаются Слезы Можно подумать Что слезами И нужно смывать Воспоминания Но Когда Пушкин Говорит Не смываю Что он имеет ввиду Я нарочно Их не смываю Или у меня Не получается Их смыть Они так глубоко Что они Не смываются Вы знаете Этот вопрос Задал впервые Знаменитый Лингвист Щерба И Там Значит Они разошлись Обсуждая это С Знаменитым Пушкинистом Бонди Вот Один из них Бонди Говорит Что Пытаюсь Смыть Но не могу Не получается Это значение А Щерба Говорил Нет Не хочу Смывать И это Принципиальный Абсолютный Вопрос Для понимания Стихотворения Мы не можем Его понять Модальность Модальность Да Есть ли здесь Модальность Вот Я не знаю Как ответить На этот вопрос Мне кажется Что Вопрос Может быть Не совсем Правильно Поставлен Потому что Ведь Стихотворение Это воспоминание Рассказывает О том Что происходит Не один раз Это не какая-то Бессонная ночь Пушкин Кстати Хотел назвать Стихотворение Бессонница Инсомния Да А Тема Вообще Для него Очень важная Опять-таки Стихи Сочиненные Ночью Во время Бессонницы Это еще одно Такое Мрачнейшее Стихотворение Замечательное Замечательное Мрачной силой Стихотворение Из которого Он Вычеркнул По-моему Гениальную строчку Топот Бледного Коня Вот этого Коня Бледы Из Апокалипсис Стихотворение 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 Пушкиным Я Стихотворение Стихотворение Абсолютно Опубликовал Стихотворение Иннокентий Анинский Про Пушкина У него Было Болезненно Целомудрие Чувств Он Всегда Боялся Выставить Перед толпой Свой личный Душевный Мир Свой внутренний Мир Это слова Анин И Так в общем Об этом Говорят Почти все Исследователи То это Такое Интимное Воспоминание О Друзьях Предателях О тенях Милых И конечно Всех страшно Заинтриговала Концовка Очень мощная Как раз То о чем Вы говорите Это как раз Самая драгоценная Часть Этого Продолжения Правда Ангелы Которые В одни Былые Были Хранителями И помощниками Добрыми Ангелами Да А теперь Они становятся Ангелами Мстителями Там в Черновике Еще более страшные Есть слова И мертвую Любовь Питает Ну то я не знаю Каким-то В них К ним Их Там пропущено Огнем Неумирающая Злоба Вот это Неумирающая Злоба Это вычеркнут Это ангелы Злые Или ангелы Мстительные Истерегут И мстят Мне оба И теперь Они с крыльями И с пламенным мечем Да Библейские Античные образы Одновременно Как бы здесь Ну вроде да Вроде да Хотя Там многие говорят Что Пламенный меч И херувим Это Так сказать Бог Поставил У входа в рай По книге Бытия Да И что Отсюда Это идет Конечно Отсюда В первую очередь Но дальше Вот этот Пламенный меч Пламенный меч Это меч Ангелов У Мильтона Ангелы борются Значит С падшими Ангелами Они борются С пламенными Мечами В руках Ну и тут Можно еще Вспомнить Пророка Где сначала Растекают мечом Грудь Потом в нее Вставляют уголь Да Конечно Конечно Для Пушкина У ангела Видимо всегда Какой-то огненный Меч Да Да И это Есть даже В живописи 16-17 веков После Мильтона Уже появляются Ангелы Архангел Михаил Например С пылающим мечом Тоже есть Такие картины Изображения Битвы Ангелов С падшими Ангелами С восставшими Ангелами И там Огненный меч У ангелов У Байрон Упоминает Именно об этих Пламенных Мечах Так что Вот эти Это уже Немножко другие Воинственные Воинственные Ангелы И отсюда Не умирающее Злоба В Черновике Выщет А все-таки Можем ли мы Предположить Кого Пушкин Здесь Имеет в виду Потому что Говорится Конкретно Два Говорится Об Ильнех Это Видимо Такой Предмет Спекуляций Пушкинистов Кто это Мог бы Быть Конечно И Аненков Первый Начал Эти Спекуляции Он говорит Четыре Начинается С мужского Окончания Потом женское Мужское Женское Перекрестные Рифмы Значит Вот это Под небом Голубым И На холмах Грузии Лежит Да Где тоже Воспоминания О ком-то Да Таинственная Дева Здесь У Пушкина Даже не сказано Ведь что Это Женщины Это мы Так Предполагаем Пол Не указан Гендер Не указан Да Как теперь Не полагается Гендер Указывать Вот и у Пушкина Не указывает Так что Это все Конечно Домыслы Конечно Это домыслы И Кого мы Сюда Не подставляем Непонятно Понимаете Ведь Тоже С точки Зрения Религии Это какая-то Бессмыслица При жизни Были два Человека Скажем так Два человека Которые Пушкин Фигурально Называет Моими Ангелами Мы Часто Называем И в поэзии У него Ангелы В этом Так сказать Смысле Часто Используются По отношению К живому Человеку Доброму Доброму Охраняющим Помогающим Это мой Ангел Потом Они вдруг Прекращаются В ангелов Если можно Так сказать Реальных То есть Ангелов Потусторонних Ангелов Которые Охраняют Стерегут Охраняют Вход В рай Охраняют Вход В ад Может быть Как у мусульманской Там Были Евмениды Да А стали Иринии В каком-то смысле Так Вот именно И как с этим Быть Почему они Вдруг Так сказать Так ему Еще и Говорят Ему Мертвым Языком Еще один Странный Образ Такой Почти Сюрреалистический Что значит Мертвый язык Мы знаем Латыни Греческий Мертвый язык Но это Языки Видимо Смерти Языки На котором Говорят Мертвые Это как в повозке У Пушкина В пире Во время чумы Да Там Мертвые Лежат И говорят Непонятным Языком Это Пушкин Неправильно Перевел С английского Языка Но получилось Здорово Тоже Получился Мощный Образ Такой Тут Еще Можно Позже Вспомнить Оно На памятном Листке Оставит Мертвый След Подобный Узору Надписи Надгробной На непонятном Языке На непонятном Языке И мертвом Языке То есть Скорее всего Это язык Смерти Или язык Загробный И Скорее всего Понять Это Невозможно А в первом Варианте Кстати У Пушкина Было Внятным Языком Мне Говорят Мне Внятным Языком И получилось Двусмыслиться Мне Внятным Или говорят Мне Внятным Языком Где Пауза Судя по всему Пушкин Это заметив И сделал Эту замену Да Но я думаю Что Я думаю Что Мы никогда Даже если Мы будем Сто лет Или двести Или триста Еще искать Прототипы Кого Пушкин Имел ввиду Мы никогда Так и не догадаемся Мы не знаем А кто В таком случае Друзья Которые Предают Почему друзей Предательский привет Много Из этого Уже было В поэзии Пушкина Ну скажем Вспомним Стихотворение Коварства О предательстве Друга О коварстве И предательстве Друга Обычно Обычно Называют Здесь Биографически Называют Александра Раевского Брата Близкого друга Пушкина Николая Раевского И это Связано Конечно С историей Одессы С одесской Историей Историей Ухаживания Любви Флирта Или связи С Воронцовой Это тоже Мы подробности На самом деле И не знаем Этой истории Да никто Из участников Не хотел Вызнать Эту историю Но судя по всему Так если Можно предположить Сюжет Ведь какой был Александр Воронцов Тоже друг Пушкина Пушкин В путешествии В Арзрум Даже там Упоминает Встречи С кем-то Израевским На Кавказе Но он В одном месте В одном дневнике Ставит А А в другом Месте Ставит Н Он даже Не помнит Кто из братьев Александр Или Николай Был его Собеседником С которым Они проводили Эти часы Вот На берегу реки Считается Что это Александр Что Александр На самом деле Пушкина Там предал Донес на него Воронцову Распускал слухи О том Что Пушкин Любовник Воронцовой Когда на самом деле Он сам был Ее любовником Там Ну и так далее Там даже В письмах Отец его Писал брату Николаю Что он совсем Сошел с ума Про сына Александра Вот с этой Историей С Воронцовым То есть Они знали Какие-то подробности Которых мы Мы к счастью Я думаю Не знаем Зачем нам их знать Ну вот Еще какие-то Друзья Понимаете Такие Можно найти Еще Какие-то Биографические Вещи Но тут Еще одну Я хотел сказать Вещь Вот То что Мне Во второй половине Кажется Противоречащим Первой Это Перенос Вины Подразумеваемой С себя На других Это такой Не до Лермонтов Получается Тут все Виноваты Хладный свет И хладный свет Да И друзья Предатели Так Ну и в общем Так сказать Вот эта Тема Развертывающегося Свитка Воспоминания Она вроде как И исчезает Ну с другой стороны Не с теми водился Да Не с теми пировал Да Да Не тем хотел понравиться Вот в чем оказывается Вина и угрызение Как так Да Это правда Но это как-то Бонализирует Немножко Сихотворение Начатое В таком Высоком Регистре В таком Высоком Тоне Библейском Да С такой экспозицией Которая как бы Предполагает Дальнейшую Прямо Какую-то Грандиозность Это правда Именно А вот эти 16 строк Первых Они Абсолютно Закончены Органичны И Что там Замечательно Это Олег Проскурин Заметил Что там Как раз Сочетается Вот высокий Архаический Даже стиль Церковно-славянизмами И эллигический Стиль Стиль Школы Эллигической Точности Как ее называют Это вот Сочетание Соединение Это разрушение Жанра Эллигического Это очень важно Это Стихотворение Воспоминания С него Начинается Разрушение Эллигического Жанра А тут Как бы Мы возвращаемся Эллигическим Клише И штампом И Кстати Об этом Кажется Еще никто Не говорил Что вообще Когда Конкретизируется Но не до конца Конечно Это вина Вина перед Двумя Ангелами Это Напоминает Вообще Поэтическую Мифологию Байрона Ведь у Байрона Везде В его Поэмах Ну я Не говорю О сатирических Но везде Где есть Лирический Байронический Герой Есть Вина Героя Перед Прекрасной И мертвой Женщиной Которая Погибла По его Вине Каким-то Образом Подробности Обычно Скрадываются Есть Только Намеки Но это Такой Постоянный Образ Понимаете Вот Байронический Герой Герой Романтический Поэт Должен Какую-то Вину Даже Преступление Нести И Байрон Должен Погубить Женщину Грубо говоря Да На самом деле Еще один Момент В этой Отброшенной Части Это Гибельная Свобода Да Не оказывается Ли Что Пушкин Пытается Продолжать Вот эту Свою Политическую Линию Отстраивания От Прежних Каких-то Своих Идеалов Убеждений Которые В этом году Начинают С стихотворением Нет Я не льстец Да А потом Решает Тоже Что это Сюда Не годится Это Сюда Не нужно Да Это Может быть Это Может быть Гибельная Свобода И Это Может быть Понято По-разному И Не в Политическом Смысле Тоже Это Такой Гедонизм Распущенность Вот его Юных лет Которая Довела Его До Ссылки И До Разных Других Неприятностей И до Того Что Ну Еще Его Тоже Распущенное Вольнолюбие Того Времени Когда Он Сам Потом Жалуется Что Все Стихи Политические Острые Ему Приписывают Все Эпиграммы Так что Гибельная Свобода Но Это Еще И Может Быть Его Отношение К Декабризму И К Декабристскому Восстанию Которую Никогда Полностью Не Одобрял И Не Принимал Для Него Это Всегда Было Преступлением Как И Для Большинства Так Что Хотя Он Разделял Многие Идеи И Сочувствовал И Признавался Царю Что Сам Был бы Да Конечно Вроде бы Так что Но Так сказать Это Все Тоже Можно Читать По-разному В том числе С подсветкой Баранизма Баранического Который Я не вижу В Первой Половине Так что Я вообще-то Отношусь К Ничтожному Меньшинству Людей Которые Считают Что Пушкин Правильно Сделал Правильно Сделал Томашевский Еще В 28 Году Он Так Осторожно Писал Что Как-то Вот Те Кто Ищет Интимное Объяснение Они Может быть И ошибаются Потому Что Может быть Здесь Играли роль Так сказать Главное Не Какие-то Биографические А наоборот Эстетические Соображения Это Эта идея Томашевского И я с ней согласен Некоторый Внутренний Гамбургский Счет Да Вот Это Горосло Это Можно Убрать Совершенно Верно И что Никто Не отвечает На вопрос Если Оно Такое Важное Интимное Для Пушкина Почему Он Его Не Закончил Ведь Он Так сказать Бросил Его Там Остались Недописанные Строки Там Остались Вычеркнуты Знаменитые Неотразимые Обиды Которые Так Любили Потом Русские Писатели И философы Некрасов Где-то писал Что Неотразимых А в поэме Дедушка Неотразимых Обид не бывает Спорил с Пушкиным А неотразимые Обиды Пушкин Вычеркнул Они Вычеркнуты Также Вот это Перечисление В неволе Бедности А дальше В гонении В степях Это вообще Очень плохая Острока В степях Как-то плохо Коррелирует Это какой-то Шел дождь И два студента Понимаете В неволе Бедности В гонении Понятно А дальше В друг в степях Игры Вакхи Киприда Это уже У Пушкина Были эти Вакхи Киприда И так далее То есть Это Недоконченная Еще и эстетически Несовершенная Часть И Пушкин Хотел Во-первых Как Я думаю Придать стихотворению Гармоническую Законченность И Выразительность Такое Единство Образной Системы И звукописи Еще Вот Об этом Мы не говорили А Вячеслав Иванович Иванов Вот Статья Тридцатого Года О звукообразе Пушкина Замечательная Статья Кстати Надо сказать Тридцатого Года Это его Последняя Статья В Советском Союзе Опубликованная В московском Пушкинисте И он уже Откликался И на все Значит Идеи О звукописи Брика И других Формалистов Русских Того времени Что тоже Само по себе Интересно Он показал Как именно Первая часть Звуками Организована И там Вот это МНМ НМ МН Который Идет О воспоминании От греческого МНЕМА А Проскурин Еще заметил И ЗЭ Там появляется Так что Целая МНЕМА Зина У нас Получается Там вообще Есть некоторые Такие Звуковые Штуки Которые Которые Вообще Напоминают Уже 20 век Горят Угрызения Ведь это Тоже Какая мощная Метафора Странная Горят Угрызения Горят В каком смысле Угрызения Она в общем Как бы физиологизируется Практически Да То где У тебя укусили Там и горит Абсолютно Да Здорово Вообще Очень физиологичное Стихотворение Во второй половине Вот этой Чистовой части Да Потому что Там кипит Внутри В уме Тоже что-то Внутри Происходит Там Все Как бы Переживание Такого Именно Внутреннее Показывается Да Именно И это Самое Главное Это самое Главное А во второй Ведь части Этого нет Оно Значительно Банальное Если Опять-таки Исключить Вот эту Страшную Странную Загадочную Как вы говорите Почти Готическую Концовку Мне Напоследок Хочется Еще Пару слов Сказать О Месте Публикации Этого Текста О Бальмонахе Северные Цветы Потому что По-моему Издание Замечательное О котором Не так Много Говорится Ведь это Место Где Напечатаны Его Важнейшие Тексты На протяжении Всей Истории Этого Альмонаха Есть Очень Хорошая Увлекательная Книжка Вадима Размыча Вацура Об Альмонахе Северные Цветы Где Рассказана Подробно И Чрезвычайно Увлекательная Его История С 26 По 32 Год Последний Выпуск Альмонаха Выходит Уже После Смерти Его Бессменного Редактора Барона Антона Дельвига Пушкинского Лицейского Друга И Последний Выпуск 32 Года Он Посвящен Памяти Дельвига И уже Его Делал Пушкин И Там Много Конечно Замечательных Пушкинских Стихотворений И Там И Там Напечатан Моцарт И Сальери Это Вообще Так Самечательный Номер И Мы Вот С моим Соавтором Прекрасно Малиной Бодровой Выпустили Фоксимильное Издание Пушкинских Стихотворений И Моцарта И Сальери Из Северных Цветов Которые Пушкин Издал Тогда Или Напечатал Тогда Одной Брошюркой У нас Есть Такое Издание Но Если Посмотреть На То Что Это Было За Издание То Мы Можем Так Сказать Это Было Такое Издание Орган Если Угодно Пушкинского Круга Или Того Что Мы Называем Пушкинским Кругом Потому что Пушкин У нас Так или Иначе Вышел Гений И Соответственно Мы его Именем Все Называем Эпоху Круг И так Далее На самом деле Это Конечно Такое Вот Журнал Или Альмонах Сообщества Которое Существовало Оно Довольно Быстро Распалось Но Тогда Как раз Оно Существовало Пыталось Как-то Себя Противопоставить В Литературном Поле Другим Объединениям Другим Группам Другой Поэтики И Вот Это Был Такое Ну Как Если Угодно Аналог Сетевого Сообщества Закрытого Куда Они Всех Пускают И Пушкин Чисто Количественно Там Играет Первую Роль Да Его Стихов Например В 1929 Году В Лимонахе Больше Чем Чьих Либо Еще Да Потому что Дельвик Хотел Чтобы Пушкин Ему Именно ему В Северных Цветах Так что Это Очень Важные Важные Сборники Для Истории Поэзии И истории Русской Литературы В целом Такое Вот Так сказать Сообщество Более Или менее Единомышленников Романтиков Но Романтиков Определенного Типа Не Радикальных Не Философствующих А Это Такой Петербургская Школа В основном Хотя Там Конечно И Москвичи Тоже Печатают Спасибо Большое Александр Алексеевич Мне Было Невероятно Важно Об этом Поговорить Я получил Огромное Удовольствие У нас Сегодня В гостях Был Александр Долинин Мы говорили О воспоминании Пушкина Это Между строк Подкаст о русской Поэзии До следующих выпусков